Смотрите в выпуске. Обстановка на реках области стабильная, сильных осадков не ожидается. О текущей гидрологической обстановке рассказали в областном управлении МЧС. Работа на предупреждение о нарушении серии обучающих семинаров для наблюдателей на выборах в сентябре пройдет в муниципальных районах ЯО. Вовремя обнаружить, около 20 ВИЧ-инфицированных жителей ЯО выявили с начала года при проведении попутных обследований. К директорам образовательных учреждений нареканий нет, к приемке детских садов и школ к новому учебному году приступили в Биробиджане. 17 фактов краш велосипедов зарегистрировано в ЯО с начала этого года, а полицейские напомнили, что делать, чтобы не стать жертвой воров и хулиганов. Несмотря на прошедшие дожди, гидрологическая обстановка на реках еврейской автономии остается стабильной. В областном управлении МЧС сообщили, что сейчас на реке Бира наблюдается незначительный подъем уровня воды до 28 сантиметров. В некоторых местах вода вышла на пойму, но какой-либо опасности населенным пунктам она не несет. Под контролем обстановка и на реке Амур. Гребень паводка прошел село Ленинское и сейчас проходит мимо Нижнеспасково. Мы фиксируем незначительные подъемы уровней воды от сунгарийского паводка по реке Амур с выходом на пойму до 80 сантиметров. Это не несет угрозы никаким объектам и населенным пунктам еврейской автономной области. Этот гребень уже скоро покинет территорию еврейской автономной области без каких-либо последствий. Осадков, которые могли бы вызвать какие-либо негативные последствия, на ближайшее время не прогнозируется. В областном спасательном ведомстве налажено взаимодействие с соседними регионами и с Китайской Народной Республикой, откуда регулярно поступает информация о гидрологической обстановке. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21. Консультативное совещание с участием представителей избирательных объединений, политических партий, общественной палаты и руководителей территориальных избирательных комиссий состоялось в обл. избиркоме. Главной стала тема подготовки и участия в выборах наблюдателей. Несмотря на эффективность данной меры контроля, действующим законодательством предусмотрены четкие требования к этому элементу избирательного процесса. Буквально уже меньше 20 дней остается до первого дня голосования. Голосование у нас будет трехдневное на муниципальных выборах 8, 9 и 10 сентября. И сегодня у нас такое консультативное совещание именно по организации работы с наблюдателями. У нас сегодня изменилось законодательство в отношении наблюдателя. Поэтому все новые нормативные акты, которые мы сейчас рассмотрим, именно по обучению наблюдателя, по своевременному предоставлению заявлений от наблюдателя, чтобы у нас не было никаких нарушений уже на самих избирательных участках. То есть работаем на предупреждение ошибок. Сотрудники обл. избиркома уже подготовили пакет методических материалов. Зам. руководителя комиссии Ольга Ефимова подчеркнула заинтересованность всех сторон в проведении в ЯО максимально прозрачных выборов без нарушений. Уже со следующей недели начнется серия семинаров для наблюдателей на первых площадках в Биробиджанском районе. Полностью же пул наблюдателей должен быть сформирован не позднее 4 сентября. Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. ВИЧ-инфекция выявлена у 19 жителей еврейской автономии с начала года. В Центре СПИД отмечают высокий процент заражений в возрастной группе от 40 до 60 лет. Наибольшая пораженность населения наблюдается в Облучинском районе. Люди продолжают заражаться. Этому способствуют жители, которые стали бессимптомными переносчиками болезни и давно не проходили никаких обследований. Эпидемиологи не исключают, что на распространение вируса в наше время влияют скрытые заражения во времена массового употребления внутривенных наркотических веществ еще в 90-е годы. Также причиной этому незащищенные половые связи. Большой есть период, стадии клинической, субклинической стадии есть у ВИЧ-инфекции. И она идет на десятилетия. И в этот период, если человек не обследуется на ВИЧ-инфекцию, к сожалению, он не заподозрит, что у него ВИЧ-инфекция. Потому что, в принципе, нет такого, чтобы какие-то были явные симптомы конкретной ВИЧ-инфекции. С возрастом просыпаются другие хронические заболевания, с которыми жители области и приходят к врачу. Именно поэтому позднее выявление болезни происходит у граждан старше 50 лет. В среднем это 40 человек в год. На данный момент в центре числятся уже 490 жителей ЕАО разного социального уровня. Но есть и скрытая эпидемия, говорят врачи и призывают население чаще сдавать анализ на этот коварный вирус. Ведь проблема не в самом вирусе, а в том, что население отказывается нести ответственность за свое здоровье и здоровье других. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. К приему образовательных учреждений к новому учебному году приступили в областном центре. За летнее время детским садам и школам предстояло провести большую работу. Привести в порядок внутренние помещения, группы и классы, пищеблоки и санузлы. Где-то отремонтировать кровлю и выполнить косметический ремонт. У нас в двух группах была полностью заменена электропроводка на более современную, более качественную, что в дальнейшем, конечно, поможет избежать каких-то нарушений по пожарной безопасности. В одной группе была полностью заменена сантехническое оборудование у детей в туалетной комнате. В составе приемной комиссии вместе с остальными заинтересованными службами в осмотре принял участие и мэр Биробиджана. И если к внутренним работам и подготовке в самих учреждениях никаких замечаний не было, то вот к обустройству прилегающих территорий возникли некоторые вопросы. Есть ряд моментов, которые уже от директоров детских садов не зависят. Очень много вопросов, нареканий у меня вызвало асфальтирование 15-го детского сада. Визуально было видно, что грунт не подготовлен, плавы, да, поэтому заставили подрядчика менять часть асфальтового покрытия. Да, утрамбовывать грунт. Напомним, замена асфальтового покрытия и обустройства прилегающих территорий детских садов проходит в рамках президентской дальневосточной единой субсидии. В этом году работы проходили в шести дошкольных учреждениях. В планах обустроить оставшиеся 14 детских садов. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Каждый год с наступлением теплых дней одним из любимых занятий для сотен биробиджанцев становятся велопрогулки. В то же время велосипеды привлекают внимание злоумышленников, особенно если они оставлены без присмотра. В большинстве случаев двухколесный транспорт крадут путем свободного доступа. У магазинов и различных организаций, а также из подъездов жилых домов. С начала года в областном управлении МВД уже зарегистрировано 17 таких случаев. По некоторым возбуждены уголовные дела, но в большинстве случаев злоумышленниками становятся несовершеннолетние. Двое граждан у нас уже приличены к ответственности по статье кража, а также есть преступления, которые совершают несовершеннолетние дети, но ответственность в этом случае за них несут их родители. Также они платят штрафные санкции, на них накладываются, и, конечно же, дети ставятся на учет по делам несовершеннолетних. Все похищенные велосипеды были найдены и возвращены хозяевам. По словам полицейских, зачастую кражи происходят из-за беспечности самих владельцев. Опытные велосипедисты говорят, что никогда не оставляют свой двухколесный транспорт без присмотра. Я стараюсь, конечно, когда передвигаюсь по городу, на работу, по делам, по магазинам, велосипед, конечно, без присмотра не оставлять. Либо я его стараюсь к чему-нибудь пристегнуть на тросовый замок, ищу место, где поудобнее будет, либо смотрю, где хотя бы есть видеонаблюдение. Даже оставляя велосипед пристегнутым, лучше забрать с собой все быстросъемное оборудование, например, велокомпьютеры и фонари. Если позволяет конструкция, то можно вытащить и седло. Такой транспорт сразу потеряет привлекательность для воров и хулиганов. Также стражи порядка советуют не покупать велосипеды с рук без документов. Есть риск стать хозяином краденого средства передвижения. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. На спортивной волне с филантропией члены благотворительного фонда из Хабаровска познакомили биробиджанцев с новой адаптивной игрой «Боча». Строгие требования, вызванные необходимостью, антитеррористическую безопасность на объектах транспортной инфраструктуры обсудили в правительстве области. Дата отключения водоснабжения в Биробиджане переносится. Уровень грунтовых вод не дает коммунальным службам приступить к ремонтным работам. Забота о братьях наших меньших и увод с улиц бродячих животных биробиджанцы могут подарить дом подопечным приюта Хатико. Сладость молитвы преодолевает горечь греха. Праздник изнесения древ животворящего креста Господня или медовый спас отметили биробиджанцы в Благовещенском кафедральном соборе. С новой игрой приехали познакомить жители Яоха-Боровчане. Боча берет свое начало еще с античных времен. Это не просто игра с шарами, но и активно развивающийся паралимпийский вид спорта. Теперь опробовать свои силы в этой дисциплине смогли молодые люди и дети с ограниченными возможностями здоровья из Биробиджана. Около 50 человек стали участниками физкультурно-оздоровительной программы на спортивной волне. Благодаря фонду «Филантропия». Площадкой для занятий адаптивным спортом, развлечений и отдыха стал горнолыжный комплекс «ФОМА». Мы работаем полностью с семьями. Ну и, соответственно, семья – это не один ребенок, это два, три, плюс папа. То есть мы стараемся собрать и настроить семьи на позитив. Игра – это то, что нас ближает. Поэтому мы приехали сюда с новой игрой. Боча стала достаточно популярной на Западе России, но на Дальнем Востоке известна единицам. Дисциплина представляет собой игру кожаными мячами, где спортсмены поочередно выбрасывают по несколько снарядов перед собой, чтобы те оказались как можно ближе к так называемому «джеку». Это белый мяч, который является мишенью. Состязание проходит в различных вариациях. В нашем случае шесть раундов и шесть игроков, держащих в руке по одному мячу красного и синего цвета. В Хабаровском крае с игрой познакомились в декабре. Владимир Ким добровольно вызвался развить этот спорт и обучать ребят его тонкостям. В планах привлечь взрослую аудиторию. Ограничений не будет никаких. Мы сейчас будем развивать, помогать полностью всем, кто может здесь. Могут и линовцы заниматься, и опорники. Ну, все, кто, даже люди, которые плохо видят, они тоже могут заниматься. Потому что у нас девочки есть, которые плохо видят, но играют тоже в этой команде. Регулярные занятия постепенно развивают ловкость и координацию движений, мышечную ткань, мышление и точность. Гости из Хабаровска помимо современных знаний и уникального для области инвентаря привезли обширную развлекательную программу. Каждый раз напоминают, что рады принять всех желающих в свою большую семью. Спортивную новинку собираются развивать профессионально. Проводить соревнования и продолжать знакомить с дисциплиной людей из других дальневосточных регионов. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Заседание областной антитеррористической комиссии провел глава ЕАО Ростислав Гольштейн. Главной темой стали меры общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и при осуществлении междугородних перевозок. Руководитель профильного департамента доложил комиссии, что требования антитеррористической безопасности соблюдают большинство перевозчиков. С теми, кто пренебрегает правилами, ведутся профилактические беседы, при необходимости подключаются контролирующие и надзорные органы. В соответствии с информацией территориального отдела Государственного автодорожного надзора по ЕАО, МТУ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по ДФО, на территории области 11 перевозчиков осуществляют перевозки пассажиров и багаза по заказу. По одному из нерадивых перевозчиков департаментом подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по ДФО для согласования проведения проверки данного предпринимателя на соответствие требованиям транспортной безопасности. Губернатор ЕАО Ростислав Гольштейн отметил, что перевозчики, пренебрегающие антитеррористической безопасностью, подвергают угрозе жизни и здоровья своих пассажиров. Контролирующим и надзорным органам даны рекомендации активизировать свою деятельность, чтобы жители и гости нашего региона могли безопасно передвигаться по территории общественным транспортом. Вячеслав Пасманик, Кирилл Богаченко, Новости 21. Отключать водоснабжение в домах Биробиджана, как планировалось в эту субботу, 19 августа, не будут. В организации «Облэнергоремонт плюс» сообщили, что из-за высокого уровня грунтовых вод работы на магистральном водопроводе переносятся. В сентябре прошлого года при проведении ремонта из строя вышла задвижка, и город временно остался без воды. С чем это связано? Если помните, в прошлом году меняли задвижку, думали обойтись без отключения планового. К сожалению, работа довольно-таки глобальная, давление в магистрали упало, и водоснабжение практически во всех домах по всему городу прекратилось. В этом году работы продолжаются, другую задвижку меняют на другом участке магистрального трубопровода. Теперь городским властям и коммунальщикам предстоит выбрать другой день для проведения работ. Если делать это в будний день, то будет парализована работа детских садов, образовательных учреждений, и их придется временно закрыть. Поэтому ремонт проводят в выходной. Никита Натапов, Денис Листюхин. Новости 21. Этим маленьким хвостиком всего два с половиной месяца. И это только небольшая часть обитателей приюта «Хатика». Сейчас на содержании в этом месте порядка сотни собак и сорока кошек. Но все же для них это всего лишь временное пристанище. Индивидуальное внимание и постоянный дом – вот что ищет каждое животное. В выставке – отличный шанс для знакомства со своим будущим хозяином. Благодаря им уже более 50 питомцев стали домашними. Волонтеры отмечают – не обязательно забирать котенка домой. Каждый в силах помочь приюту другим доступным способом. Такие акции проводятся примерно раз в полтора месяца. В субботу, в воскресенье мы стоим всегда на одном и том же месте. Поэтому надо просто следить за нашими новостями, кто на нас подписан. И мы всегда выкладываем анонсы, когда можно прийти, где нас найти. Ну и кого мы берем с собой на выставку. Можно принести корм, можно какие-то игрушки принести, можно ветошь. Мы, в общем, принимаем все, что необходимо для содержания наших животных в приюте. Все питомцы здоровы, привиты и стерилизованы. Доказательства этому имеются. У каждого свой личный ветеринарный паспорт и свидетельство о вакцинации. Животные всех возрастов из приюта воспитанные, говорят волонтеры. Приучены к лотку и вообще привыкли приспосабливаться к непривычным условиям. Именно поэтому, попав в дом к новому хозяину, будут вести себя спокойно. А вот поведение другой страны с питомцем волонтеры в дальнейшем стараются отслеживать, поддерживая связь с владельцем. Акция помощи животным проводится во всех регионах Дальнего Востока. В Биробиджане этому способствует организация защиты животных «Хатика». Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, Богдан Патрин. Новости 21. Праздник изнесения древ животворящего креста Господня отмечают православные христиане ЕАО. В народе праздник также известен под названием «Медовый спас». В Благовеченском кафедральном соборе архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем провел божественную литургию. Этот день еще является началом одного из четырех многодневных постов – Успенского поста, установленного в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. С этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Вместе с медом освящают также душистые травы и семена растений, созревших к этому времени. У нас в Благовеченском кафедральном соборе мы освящали курильский чай, шалфей, душицу, тимьян, боярышник. То есть то, что наша земля здесь к этому времени дает, это связано с необходимостью призывать Божию помощь на природу, на его творение, которое бы сохранялось и давало новый урожай в последующем. Освящаемый мед в этот день выступает не только как продукт питания, но еще и как символ того, что услаждение должно быть от молитвы. И именно сладость молитвы преодолевает горечь греха. Поэтому у православных христиан принято делиться освященным медом с нуждающимися и с теми, кто не смог прийти в храм. Никита Натапов, Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Новости 21.